Привет, друзья! Поздравляем вас с Днём России! Сегодня прямой телемост между подмосковной резиденцией короля инфобизнеса и жалкой берлинской квартирой вашего покорного услуги. Не такая уж и жалкая. Дизайнерская, нормально. Ну, это не пятиэтажный дом с двумя саунами и подъем стиральных машин на каждом этаже, но тоже стараемся. Главное не объем, а уют. Подумаешь о том, что этот дом тебе надоест, тебе будет мало, ты захочешь новые постройки. Вообще нет, точно не надоест, точно не мало. Места очень много и не надоест. На всю жизнь, да, получается? Да, потому что его можно перестраивать. Если ты захочешь, ты можешь поменять. Ну, или я захочу, то могу поменять как угодно, что угодно. То есть тут, в принципе, полет для творчества абсолютно отличный. Самое главное – локация. Локация и вид, видовые характеристики и удобство. Здесь все это есть. Слушай, если вот начнем с простого вопроса. Стас, привет! Играешь ли ты в компьютерные игры? Нет, никогда. Вообще никогда не играешь? Вообще никогда. И ни в приставку, ничего у тебя нет такого? Нет, я все детство в этом провел. То есть я все детство, днями и ночами мог сутками играть в какую-нибудь игру. И очень-очень долго прям-то в них сидел. Потом, который убил, в тот момент, как научился 3D-Max и дизайну, и понял, что здесь то же самое, только валюта настоящая. Ты не монетки собираешь, эти самые, руду, а те деньги идут на счет, это гораздо интереснее. А так я в Warcraft играл, StarCraft, Comet & Conquer, Duke Nukem, Quake. Я проходил Doom на максимальном уровне сложности, на самом максимальном. Ну, то есть я просто заядлый был. Все стратегии, вообще все. То есть все, что тогда было, я все прошел. Fighting, неплохо. Все, что хочешь. Вот я там днями и ночами сидел. Есть плюс, единственное, что когда я играл, там не было русского языка, поэтому мне приходилось учить английский для того, чтобы понять цель миссии. Там когда нужно было миссию какую-то пройти, непонятно, что делать. Или квест какой-нибудь. И я сидел со словарем, прям с бумажным настоящим словарем и проверял. Вот, с тех пор я много слов знаю, что я английский никогда не учил, но в принципе могу на нем хорошо, ну, достаточно говорить, понятно, ясно и читать. Прикольно. Хорошо, ладно. Я помню, что когда-то я, когда учился в институте, проходил практику на заводе, а я же инженер по образованию. И у нас были какие-то чертежи, потому что часть оборудования в заводе была вывезена из Германии когда-то и типа стояла там. И теперь мы были на немецком, и там я вспомнил такие были слова, вот такое с длинной словом, состоящие из сорока букв. Там, ра-да-да-да-да-штифтель. И по-русски над ним было написано болт, ну, типа перевод. И мне все время забавлялось, что я, типа, читаю. Но я эти слова, конечно, не запоминал никогда, но было интересно. Слушай, у нас вчера с тобой дискуссия была небольшая в Телеграме. Я скинул тебе ссылку, или позавчера. Там известный такой, относительно известный в русскоязычном интернете, предприниматель Михаил Смолянов обсуждал инфобизнесменов. Я просто как что-то про инфобизнес вижу, я сразу тебе кидаю, потому что ты же твоя обочина, тоже знаешь, что происходит. Я, да, я все равно. Вот, и там люди прям делили инфобизнесменов на черных, серых, белых. Вот, и как я понял с переписки, тебя в целом, наверное, можно к белым инфобизнесменам отнести, потому что ты там не просто распушаешь хвост, но еще и пользу наносишь людям, а кто-то просто прям обманывает людей, деньги с них собираясь за тупые советы. Вот, расскажи, что там было по этому поводу. Ну, во-первых, я классификацию не понимаю, кто такие белые, кто такие черные, кто такие серые. То есть, первоначально, чтобы что-то обсуждать, нужно вести квалификацию, вот, это как бы нормальная тема. Если человек не вводит, то он накидывает на вентилятор. Ну, явно, я всегда так воспринимаю. Тогда вопрос, зачем? Скорее всего, это манипуляция, чтобы кого-то показать, что мы молодцы, и выступить против кого-то. Поэтому это не дискуссия, это, ну, такая, какой-то, типа, хайп. У нас тоже вот некая девушка написала, типа, вот в дизайне скоро всех там систематизируют, введут лицензирование, и тогда всем конец. Ее спросили, откуда ты это знаешь? Она говорит, ну, вот ходят какие-то там слухи. Какие слухи, что ходят? Ну, собрала 500 комментариев под постом, но ничего аргументированного и не сказала. Я с большим уважением отношусь к людям, пока они не опускаются до такого. Как только это происходит, это я не понимаю, для чего это делается. Это либо делается, потому что человек, ну, либо, ну, совсем очень глупый, да, зачем он так делает и не понимает, что так не надо делать. Либо он, наоборот, слишком хитрый и пытается таким образом хайп поднять. Тоже я это в целом сильно не поддерживаю. Поэтому мы можем порассуждать, но нам сначала надо договориться, кто-то должен дать какую-то терминологию, кто белый, кто серый. Почему? Мы можем это обсудить. Но пока нет терминологии, ну, непонятно. Белый ты… Давай кратенько просто, буквально. У меня есть вот такой проект терминологии. Я бы в белых отнес инфобизнесменов людей, которые учат чему-то, очевидно, принося пользу, не обманывая свою аудиторию. В серых бы я отнес тех, кто учат, доносят пользу, но используют серые техники манипуляции, приукрашают какие-то свои цифры, ну, и подбирают немножко. Но при этом все равно полезные. А черные – те, которые буквально мошенники обманывают, врут, ничего не наносят, заряжают деньги сиськами, вот вся вот эта туда можно отнести. Ну, смотри, у тебя смесь в последних сразу, то есть, как они подносят и что они обманывают. Как они подносят – это одна история, к одной категории относится. А что они обманывают – они, значит, мошенники. Если человек сказал и не сделал, то, ну, логично, что на него надо подать суд и взыскать деньги. Поэтому тут он, если он пропал с деньгами, тем более он мошенник, у него заявление в полицию и все. То есть тут как бы разговор короткий. Вторая тема – это серые, да, как ты говоришь, что там ребята, которые там чего-то там прибирают. Я считаю, что прибирать вообще не нужно и нельзя. То есть я против обмана вообще, даже для каких-то там целей, даже для положительных целей. То есть я просто против этого. Но тут получается, тут, наверное, каждый там сам решает, как ему действовать. То есть условно уголовного ответственности у нас нет за вранье. Это только моральная ответственность. Я осуждаю лично и считаю это, ну, плохо. Вот, поэтому, наверное, так. А белое, ты говоришь, то, что там чему-то учат и как ты учат, там тоже. Понимаешь, я думаю, что надо делить на две составляющие. То есть что внутри программы и как она продается, это разные вещи. Я думаю, конфликт не на то, что там внутри программы, а больше как это подается, скорее всего. Но это же связанные вещи, согласитесь. Нет, вообще это абсолютно не связанные. И в этом тоже, конечно. Как ты подаешь, как ты продаешь и что внутри, это могут быть вообще разные вещи. Понимаешь? И я думаю, что баг многих условно технических инфобизнесменов в том, что они не могут себе позволить и очень сильно завиздуют тому, как другие люди могут продавать и подавать свою информацию. Потому что продают эмоции, продают как раз таки вот эти условно грязные способы. Но я считаю ключ и прикол в том, чтобы не обманывая, не опускаясь до конкретного точного обмана, что этот может классифицировать. Ты тут привираешь, ты конкретно привираешь, это неправильно. На балансе между тем, что ты говоришь правду и как ты говоришь эту правду, чтобы ее хотелось разузнать, либо купить, либо приобрести. Вот здесь у тебя кроется как раз таки все творчество, которое направлено... То есть у одних людей это получается, а другие люди как бы в силу своих моральных каких-то ограничений, либо моральной этики своей внутренней, это же внутри каждого, они себе это не позволяют, видят, что другие это делают, и им чуть-чуть обидно получается. Вот по тому рейтингу я это так понял. Я понял. То есть условно там даже включили в рейтинге, допустим, только те, у которых есть, я там почитал тему, что у кого-то свои системы есть, а у кого-то нет. Ну какая разница, если я на гид-курсе сижу, и у кого-то там идут миллионы через гид-курсы, но у него системы нет. А кто-то сидит на своей системе, он ее разрабатывал три года, и у него там сот тысяч идет. Ну почему он в рейтинг попадает второй, а не первый, непонятно. То есть наличие системы, а почему так, у меня создает впечатление, что рейтинг такой создает люди, которые создавали типа систему, либо агентство, которое создает систему, типа давайте все будем создавать систему. Ну то есть это тоже какой-то такой способ, к какому ты его отнесешь, к черному, к серому или к белому. Ну это непонятно. Ну вот видишь, это очень такая мутная тема. Я считаю, есть факт, человек зарабатывает деньги, никого не обманывает, не мошенник и не нарушает закон. А дальше, ну как он делает, как хочет, так и делает. То есть тебе может не нравиться, мне тоже может очень не нравиться, но он это делает, допустим, и мне нравится, не покупай. Согласен, хорошо. Окей, есть такой вопрос. Я учусь на дизайнера интерьера в онлайн-школе, мне очень близки стили американской классики и арт-деко, и я хочу создавать роскошный интерьер. Как бы вы посоветовали выстроить стратегию по оттачиванию мастерства в создании своего личного почерка и не тратить время на создание проектов-однодневок, которые очень быстро становятся неактуальными? Ну очень просто, бери дом, какой тебе нравится, бери учебный проект, какой-нибудь бизнес или премиум-сегмент и делай свое удовольствие для себя интерьер своей мечты. Сделаешь свой проект, покажешь его в виде визуализации в портфолио, расскажешь, как ты это делала, как ты принимал решения, какой твой клиент потенциальный, выкладывай в Инстаграм, в Пинтер, задавай ссылку и к тебе пойдут твои клиенты. Положишь денежку в Таргет, тебе придут клиенты по 200 рублей за лид, с которыми захотят, ну или там по 500, по 1000, не знаю, как на тратно строишь Таргет, которые захотят узнать побольше. Дальше ты с ними созваниваешься, говоришь, да, я дизайнер, я готова делать. Берешь реального клиента и ему делаешь, ну за ту цену, которую хочешь. Все так потихонечку, проект за проект. Знаешь, что меня позабавило очень сильно? Это мне вопрос прислала девушка, но вот я пока его задавал, я понимаю, сейчас даже прибежал по нему глазами, там нет нигде указаний на поло, но ты отвечал девушке. То есть ты понял, что эта женщина задала этот вопрос, я не понимаю почему. Ну ладно, мне показалось, было там что-то указание какое-то. Ну окей, ладно, не буду. Ну понятно, по ситуации, да, конечно. Окей, хорошо. Вот она же еще спрашивает, а как тренировать насмотренность и чувство вкуса? Ну есть технология тренировки насмотренности и чувства вкуса, тут ничего нет такого. Что такое красота надо понять? Приоткрой двери. Слушай, я уже рассказывал, внимательные слушатели уже даже слушали и может быть, ты вот слушал, помнишь? Я тебе уже рассказывал, невнимательность. Ну я не помню, видишь, я невнимательность. Вот, это к вопросу типа почитал, посмотрел книгу и что-то ты понял, ничего ты не понял пока ты... Нет, ну логично, я не пробовал это делать, я не запомнил. Да, ну и к людям тоже. В общем, бессмысленно то, что я сейчас скажу, надо делать. В чем суть? Есть технология, по которой ты понимаешь, что такое красиво, что такое нет. Что это такое? Это закон о гармонии, композиции, уместности материалов и, ну вот, они уже есть, да, то есть их надо просто первое знать, соответственно, это нужно, ну, выучить. Можешь прочитать, можешь сходить куда-то на курс, можешь догадаться, в конце концов, что если у тебя камень, например, у тебя база, колонна, почему она такая колонна и там база, потому что она физический закон держит на базе, кронштейны быть, могут быть основания, может быть там колонна, энтазис, почему энтазис, это колонна выгнутая, потому что как бы ее силой тяжести расплющивает, то есть все идет от физических законов, если ты их знаешь, то ты можешь архитектурные все объекты рассмотреть. За архитектурными объектами, которые идут, ну, в стандартной классике у тебя идут более сложные, навороченные, современные темы. Тебе нужно знать классификации, какие бывают, что у тебя бывают стены, балки, окна, лестницы и так далее, и ты их рассматриваешь в плане там еще стиля, то есть тебя, ты независимо учишь классификаторы по разным темам и потом их смотришь, как они объединяются на картинках, то есть ключ ко всему этому знать классификаторы и посмотреть там 10 тысяч картинок, расклассифицировав их, таким образом у тебя будет насмотренность, ты просто увидишь не просто много картинок и твой мозг будет пытаться самостоятельно их сопоставить, ну, наш мозг заложен так, что он ищет везде торжество и когда ему задаешь вопрос, он пытается найти, как в детстве головоломка. Если у тебя заранее уже есть ячейки, он будет пытаться раскладывать, это естественное свойство. Вот, в принципе, так развивается. То есть мы на курсе даем упражнения, типа, вот тебе там 20 тем таких-то, 20 тем таких-то, 20 таких-то, и вот тебе 10 тысяч картинок или 20 тысяч картинок, вот у тебя задача за неделю их разложить. Человек за неделю раскладывает, потом ты ему даешь упражнения, говоришь, а теперь сделай, как, я же не умею, поверь мне, ты умеешь. Он такой, нифига себе, начинает делать, действительно, ну, как бы ему мозг подсказывает. Дальше нужен тренер, да, либо преподаватель, который подскажет, где, чего он ошибся. И вот тут уже у каждого, тут возникает вопрос, степень твоей таланта. Кто-то сделает это там за три дня, а кто-то будет неделю или месяц сидеть. Но факт в том, что кому нравится и кто захочет, он в любом случае получит это на смотре, потому что невозможно по-другому. Просто кто-то быстро сделает, а кто-то долго. Вот такая технология. Ничего там, я понял. Так мозг наш работает. Слушай, ну вот там искать дорические колонны, картинок это одно, а другое дело, например, ты смотришь на современную живопись и пытаешься понять, а что здесь классное и интересное, а что нет. С точки зрения человека, вне темы все одно возняет, то и то. Да. Тут типа нужен какой-то проводник тебе, вот, нет? Да, да, там нужен проводник. Но мы же не говорим про современные живописи. Это отдельная категория искусства, да, относящаяся не столько к технике, да, создания, а больше как к идее. Вот, поэтому мы это не рассматриваем, это нужно в другом контексте и с другим человеком обсуждать. Я, как бы, ну не особо за современную тему топлю. Я понял. Ладно, хорошо. Станислав, расскажите подробнее о психологических тестах, которые проходили, о характере и предназначении. Ну, я точно их не скажу названия, но можно зайти на тесты, да, которые позволят понять, какой у тебя характер. Ну, не то, чтобы понять, ты как бы и так знаешь, скорее всего. Там ты проходишь тест, первое, что нужно пройти, это тест по темпераменту, там их 4 основных, ты чаще всего как смесь, а не у тебя, но какой-то у тебя один или два ведущие, да, там есть холерик, сангвиник, флигматик, меланхолик. А ты какой? Я сангвиник. Сангвиник. Чем они характерны? Тем, что они как бы обовсюду по чуть-чуть знают, они в целом в меру логичны, да, в меру, получается, заводные, но при этом как бы есть и спокойствие. Они могут быть и интроверты, и экстраверты. Холерик больше на эмоциях, и больше взрывной характер. Буйный, там, самый хулиган, скорее всего, в школе, да, вот этот холерик. Вот, а у них там свои таланты, они могут заводить там на сцене танцевать, например, да, и мы это в кайф. Меланхолик слабой личностью считается по теме, ну, как бы по работе с там собой. Чаще всего они страдают от самооценки там низкой и какие-то внутренние переживания, проблемы. Но они отличные творческие ребята, то есть творчество у них самое то, то есть они тонко чувствуют, и они отличные художники. Вот непризнанный художник, например, которому нужен продюсер, да, скорее всего, это вот меланхолик. Чаще всего это бывает. Они страдают, и за счет этих страданий они впитывают от человека, и потом могут это в произведение какое-то воткнуть. То есть холерику это практически там нереально, ну, редко бывает, да, и сангвиника тоже там чаще, то есть плюс-минус. И флегмиатик это тот, который, ну, как бы больше к разуму, более спокойный такой, инертный, который аналитики в принципе неплохие, там математики. Ну, я кажется, да, да, то есть ты похож на такой человека. Вот, поэтому тут нет, слабый только один считается меланхолик, но опять же слабый по определению, там есть определение, можно почитать. Это не значит, что человек плохой, просто у него свои свойства и характеристики. Если ты это понимаешь, то ты можешь понять свои сильные стороны и просто не страдать. То есть ты такой, окей, я такой, и это нормально. Все, если ты это понял, это не значит, что ты меланхольник, не можешь себе компанию построить. Конечно, может, просто он должен выстроить отношения с человеком, который, ну, с партнером, например, который там системный, который там будет зажигать, двигатель, это нормально, почему нет? Смысл в том, что ты используя свои сильные стороны, ну, понимаешь, что тебе нужно. И все остальное исходит из этого. То есть у тебя помимо… Еще очень важная вещь, что эта штука, она врожденная, ты ее поменять не можешь. Нет таких средних, что ты можешь поменять. И на 30% она влияет на то, как ты будешь в жизни жить. Но 70% – это характер. И характер меняется как раз-таки. Характер – это смесь социального и твоих личностных свойств, которые тебе тоже даются, и социальных каких-то вещей. И вот это на 70% влияет. Поэтому условно то, что ты какой-то есть, это не говорит, что ты такой всю жизнь будешь. Ты можешь поменяться, у тебя будет предрасположенность к одному, но меняться ты можешь сколько угодно, на 70%. И тут уже влияет мотивация, сила воли, желание, большая цель, а зачем мне это надо, и надо ли вообще, куда ты стремишься, есть ли у тебя счастье, ну и так далее. И все тренинги направлены на то, чтобы изменить свой характер. То есть все упражнения, то, что дают в инфобизнесе, в любых тренингах, в коучинге, это на то, чтобы понять, кто ты, и двигаться, даже если ты не хочешь в моменте, так как ты ленив, тебе говорят, вот большая цель, если ты туда хочешь прийти, то давай двигаться вместе. Дальше эти накидывают мотивацию, накидывают различные групповые динамики, и ты вроде как по интересам идешь туда. Вот так меняется характер, а через характер меняется жизнь. То есть ты работаешь над собой, через это становишься богатым, а не ты становишься богатым, как стать миллионером все хотят. Ты сначала меняешь себя, или как там найти мужа себе хорошего, или жену. Сначала ты меняешь себя, становишься таким человеком, которому классно быть, а потом через это все остальное притягивается. Это такая непопулярная правда просто получается. Все же хотят, типа, как стать миллионером, никто не хочет пройти тренинг, как изменить себя. Нет, спасибо, можно оставить меня таким, какой я есть, и плюс стать миллионером. И как бы вот инфо-цыгане как раз продают, типа, так, что вот не парься, все будет хорошо, такой купи курс. А внутри то, что ты говоришь, ты говоришь, ну вот, типа там другое. Нет, они продают как раз то, что человек хочет слышать, потому что он не купит никогда то, что ему надо. А внутри говорят, ну мы же с тобой разумные люди, ты же понимаешь, что нужно меняться. Да, ты уже заплатил, давай им меняться. Вот, и там уже меняют. Ты так же делаешь, признайся, ты тоже говоришь про то, что ты пытаешься изменить людей. Не то, что, я, конечно, так и делаю. Любой успешный проект так и делает. Потому что ты дает человеку то, что он хочет услышать, чтобы он привлек внимание. Но я говорю очень просто, смотри, я меняю жизнь, я могу поменять жизнь. То есть, если ты всю жизнь, ну, у меня какой базовый постулат, например, в дизайне. Я говорю, в каждом человеке есть творчество. Ну, то есть, по-любому у каждого есть. У моих клиентов оно есть. Кто не чувствует, что у него есть творчество, он ко мне не идет. Я говорю, у тебя есть творчество, оно зарыто, ты занимаешься не своим делом, там, допустим, бухгалтерией, еще чем-то, или там домохозяйкой, или занимаешься, не важно чем, маркетингом. Но всю жизнь в тебе живет творец. И не выпускать его – это преступление по отношению к себе. Ну, то есть, я действительно так считаю. Ну, можно сказать, что это манипуляция? С одной стороны – да, с другой стороны – нет. Я так действительно считаю. И это правда. Так и есть. В каждом человеке, который это слышит и воспринимает, живет художник какой-то. И он такой, да, хочу. Я говорю, я знаю, как это делать. У меня есть стратегия, у меня есть пошаговый план. Я его прошел, я возьму тебя за руку и проведу по нему. Но это все правда. То есть, нет какого-то такого. То есть, это звучит и выглядит очень смешно и страшно для… или там, манипулятивно для людей, которые не в теме. Конечно, потому что, ну, там, ты, допустим, не в теме, ты не являешься целевым клиентом. А человек, который действительно это переживает в душе, для него это выход. Вот, в принципе, так это и работает. А если я ему скажу, слушай, ну, там, давай приходим, и тебя будем дизайн учить. Ну, типа, окей, а чем ты отличаешься, сразу возник вопрос. Понимаешь, и ты становишься в конкуренцию, ну, непонятно с кем, непонятно зачем. Человек принимает решение мозгом эмоционально, а потом уже логикой. Ну, то есть, мозг как-то нашим работает. Зачем идти против природы? Вот вопрос такой. Если человек принимает решение эмоций, то он пусть принимает, а потом ты его говоришь. Но, я всегда, кстати, говорю, я тебе не обещаю денег, я не обещаю, что тебе получится. И, скорее всего, у тебя не получится, если у тебя мотивации не хватит. Я говорю, у меня в курсе нет мотивации, это мой минус. То есть, ко мне приходят только те, кто работает. Поэтому я не беру 20 тысяч человек, я беру 20 человек, но с каждым работаю индивидуально. Понимаешь, то есть, тут уже такая тема, что все кураторов-то наберут, и тебя потом кинут на 25-е место, а я индивидуально работаю. Да, у меня дороже, но результат того стоит. Ну и все, и пошло-поехало. Я нигде не соврал, видишь, я показал свои плюсы и показал, в принципе, минусы для кого-то. Так люди выбирают, к кому идти, к кому не идти. Я езжу такую честную позицию. Слушай, внушает, в целом норм. Скажи, вот такой вопрос. Тут у меня два коммента. Первое, как человек, который занимается психотерапевтом, я знаю, что я тебе как-то предлагал, но ты слился с этой темой, сказал, что тебе не надо. Что? Комфортно себя чувствуешь. Вот, это окей. Вот, терапевт говорит, что к нему часто приходят люди с проблемой, например, в отношении с родителями. И терапевтам говорит, слушайте, я вам, чтобы эти отношения с родителями улучшить, там, например, есть процесс сепарации от родителя, деление и жизнь в своей жизни. У многих людей этот процесс не выполнен до сих пор. Там мама до сих пор влияет на человека. Он говорит, я это смогу помочь вам исправить, но ваши отношения с родителями изменятся полностью. Да. И безвозвратно. Да. Ну, то есть, и люди пугаются, и даже люди с проблемой уходят. Они говорят, блин, я не хочу, чтобы мои отношения, то есть, я другим человеком встану, мол, мне страшно, и уходят. Да, ну окей. И что? Не, ну просто, что... Что он предупреждает об этом? Да, конечно. Просто, что не всегда изменение жизни, это легко. Да, я бы даже тут взял об ответственности. То есть, я бы больше посмотрел на этот вопрос, а правильно ли он говорит, почему, зачем он это говорит, вообще непонятно. Человек к нему пришел, у него там, условно, проблемы, потому что как раз-таки эти отношения. И он, естественно, напуганных менять, он за этим и пришел. И тут человек говорит, ну типа, я тебе предупреждаю, тебе будет больно. Ну, то есть, ты пришел на операцию... Ну, это разве нечестно, погоди, это нормально же, нет? Не знаю, это такой вопрос философский. То есть, мы его можем обсудить в формате, имеешь ли ты право влиять на других людей. Это такое глубокое убеждение каждого человека. Это должен каждый себе дать разрешение. Влияешь ли ты на людей или не влияешь? Влияешь ли ты на мир или становишься наблюдателем? У меня нет точного ответа. Я думаю, что его даже нет, это внутри глубоко каждого себя. Я себе дал ответ, что да, я могу влиять, и я влияю, если хочу. То есть, если я чувствую, что человеку это надо, я чувствую, то есть, я ему даю то, что... Если я чувствую, что человеку нужно, там, не знаю, спрыгнуть с парашютом, значит, он прыгает. Страшно ему, да, но если я вижу, что, по моему мнению, если он пришел ко мне, что ему это надо, то я его провожу через страх, иначе он не вырастет. Он будет ходить по психотерапевтам вечно, пока он не решится. А он не решится никогда, потому что в этом кроется его проблема. Я понял. Поэтому я бы так не сделал, я бы вылечил. У меня, в принципе, такие способы есть. То есть, когда ко мне приходят люди, которые проходят мои тренинги по созданию студии, там есть очень много эмоционных упражнений, потому что нельзя построить студию, создать компанию, будучи фрилансером, пока ты не изменишь себя. И, в принципе, даже если они думают и знают, что будут себя менять, они, может быть, к этому не готовы, либо их окружение. И очень часто у меня отзывы такие, что да, я сильно изменилась, и родные и близкие сказали, что я на себя не похожа. Почему так бывает? Часто, что манипулятивные отношения внутри, которые всех устраивают близких, но не устраивают человека. Но извините, меня платит человек, который ко мне пришел, а не его родные или близкие. Если придут родные и близкие, я с ними буду работать, буду рассказывать, как их цели добиваться. Это вот у меня часто бывает так, что приходят с партнером. Я говорю, так, я работаю с тобой, если ты хочешь себе работать с партнером, приходите вместе. То есть, я работаю с тобой, я за тебя. И если я нахожу в ваших отношениях манипулятивные вещи, я тебе честно об этом скажу. И я честно говорю, ну, об этом, что смотри, у тебя тут партнер, партнер тут, 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 он, как бы, ты не дозабираешь себе денег. Ну, то есть, финансово это неправильно. Ну, что делать с этим уже решай сама, но моя задача тебе сказать, так как ты мне платишь, и я за тебя здесь. Как адвокат, знаешь, так. Прикольно, интересная модель. Слушай, у тебя уже, как я правильно понимаю, что там 90% твоих учеников-то девушки? Да, да. Просто постоянно говоришь о них в женском роде, мне кажется, привык уже просто так, знаешь, типа, ну, ты решай сама. Там, я советую тебе, ты съездил. Да, в основном такие вопросы, то, что мы обсуждаем, вопросы психологии, они такие девичьи вопросы. Потому что мужиков все достаточно просто. Они приходят, говорят, как мне, там, не знаю, наладить конверсию, либо как мне сделать, там, системную, систему построить. Я говорю, окей, раз, два, три, вот есть технология, все понял, да, иди делай. То есть там нету такого метания. Там человека больше на уровне, не на уровне психологии ощущений, а на уровне, что конкретно делать, инструменты и тактики ему нужны. Ну, стратегия тоже, естественно, нужна, но, как бы, он не будет там метаться, что, там, не знаю, я там stories не могу снимать, или вот как меня там перед камерой, если я там нехорошо чувствую. А у девчонок очень часто это является там ключевым таким моментом. Я понял. Хорошо, это интересное наблюдение. Ладно, пойдем дальше. Есть еще парочка небольших вопросов, два. Станислав, какие есть нюансы при работе с заказчиками из других стран? Слушай, странный вопрос немножко, очень общий, я понимаю, что с него трудно ответить, но вдруг как-то сможешь дать общие рекомендации. Надо предоплату брать всегда, 100% вперед, наверное, и все. Ну, я не знаю, как это нюансы. А у тебя вообще опыт с иностранцами хороший, ты позитивный оцениваешь? Да, у меня обманули, по-моему, раза два всего. Один был такой какой-то из Норвегии, чувак, он набрал заказов, и он платил предоплату, там, по-моему, 500 долларов, а общий платеж там был, ну, там, не знаю, 2 или 3 тысячи. То он предоплату давал, сказал, все остальное заплачу потом, как деньги возьму с клиента. Ты, естественно, ничего не платил, пропадал. Вот, такой был товарищ. И еще какой-то там был мошенник. В общем, парочку было за все года. И прикол в том, что мы-то легко отделались, а он потом нашел наших партнеров из Китая, нам китайские моделеры очень много чего делали. И там была девочка, которая была менеджером китайским, она по-английски говорила. И он ей задолжал там 20 тысяч долларов. Она говорит, я не знаю, что делать, я дом буду продавать. Ну, то есть, какое-то такое попало состояние, что с нее требуют там на местности. Ну, в общем, внимательно быть и все. То есть, я не думаю, что что-то там особенное есть, как и всегда, как и везде. Я понял, хорошо. Ну и последний вопрос от меня. Сегодня я всунул, так сказать, свой вопрос. Слушай, расскажи про прочтение книг. Как ты их читаешь? Это бумажные, электронные книги. Ты делаешь заметки, ты перечитываешь их. Как вообще у тебя происходит это? Слушай, с книгами очень классная тема. Я вот передаю привет Николаю Ягодкину. Это у него адванс-центр. Очень прикольные ребята. Я у них был на обучении. В целом, как работает мозг, оттуда много чего вытащил. Не на плане знаний, а в плане инструментов. И там один из инструментариев было именно изучение книг. Как их правильно читать. Есть технология. То есть, на самом деле, все, что мы делаем, на все есть технологии. Абсолютно на все. И вопрос, как ты ее соблюдаешь. И нужно ее один раз делать, понять, как она работает, и дальше уже распространять. Что с книгами имеет смысл делать? Первый постулат, что бессмысленно книгу читать долго. То есть, ты после первого часа начинаешь забывать. Поэтому тебе без разницы, будешь ты книгу неделю тянуть, читать, либо ты за час ее полтора пролистаешь, и ты запомнишь ровно одно и то же. То есть, очень важно ее, как ты читаешь дальше. Дальше ты смотришь содержание сначала, смотришь вообще о чем. И дальше ты понимаешь, как бы, в структуру логики. То есть, что хотел сказать автор, есть ли какая-то там система, либо это набор заметок. То есть, что ты оттуда хочешь вытащить, с какой-то целью, с какой-то задачей лучше это делать. То есть, не просто так взял, дай-ка я еще одну книгу почитаю. Лучше под задачу читать. Если у тебя есть задача, ты под книгу, у тебя мозг вытаскивает нужные вещи. Дальше ты быстро ее пролистываешь, буквально за 5 минут, всю книгу. Дальше ты просто пролистываешь, у тебя мозг запоминает, что где находится. Читаешь заголовками. По заголовкам, по картинкам, быстро-быстро-быстро. Потом берешь главу 1, делаешь майндмэп, и по этому майндмэпу ты берешь основную мысль. Сначала подчеркиваешь фломастером, то есть, читаешь, там есть какие-то примеры, какая-то вода, тебе она не нужна. То есть, часто в книге очень много воды. Контентные вещи, ты прям то, что тебе нужно, подчеркиваешь фломастером, ничего не делаешь, просто подчеркиваешь всю главу. Делаешь это там за 10 минут. И там 15, сколько там, в зависимости от главы. Потом отматываешь назад, и эту главу за те же 10-15 минут быстро конспектируешь по майндмэпу. Все, она у тебя готова. Конспектировать желательно не словами, а изображениями, картинками. Так у тебя лучше запомниться. Таким образом, у тебя будет такая майндмэппина, в которой будут только пиктограммы, как наскальные живопись. Это нужно для того, чтобы ты мог быстро повторить. То есть, ты открываешь, вот так вот видишь пиктограммы все, и закрываешь. Тебе нужно не 2 минуты, или не 5 минут, чтобы подготовиться. Тебе достаточно по исследованиям 10 секунд, или 3 секунды. То есть, вот так вот можно сделать. Это как бы карта головы получается, и она вспоминается у тебя сразу. Да, да. И, в общем, самая главная задача, по полочкам все разложить. Это принцип системного мышления и принцип системного распределения знаний, мыслей по темам в голове. То есть, откуда я знаю ответы на все вопросы? Очень просто. Есть сферы жизни, есть темы, которые касаются навыков, которые касаются профессии. У меня это все разложено по полочкам. Я могу легко под запрос вытащить классификацию. То есть, для начинающего, для опытного, дизайн, визуализация, ну и так далее. И могу их скомбинировать, продвижение, все что угодно. Если ты это знаешь, твоя задача просто накопить. Так же, как насмотрен по такой же технологии. Вот, в принципе, так работает. Я вот помогаю это освоить. Такой навык примерно недели за 2 и тысяч за 100-120 можно внедрить. Ну, я вот за обучение 120 тысяч мы платили. Это 10 дней. Сколько? 120 тысяч. И это стоило своих денег? Конечно, стоило. Конечно. Просто это так ускоряет. Понимаешь, это как ты пилой или топором пытаешься что-то рубить, а он у тебя тупой. Ну, то есть, зубочисткой пытаешь дерево. Ты мозг натачиваешь, и у тебя быстро все идет. То есть, я книгу беру, я ее просто проглатываю очень быстро. Еще один такой момент. Чем больше ты знаешь, чем больше ты читаешь, тем больше у тебя быстрее процесс идет. Потому что нет уникальных мыслей практически у всех авторов, за исключением каких-то глобальных концепций, все одно и то же. То есть, ты берешь любую книгу по мотивации, там будут переписаны одни и те же исследования, просто разными словами с разными примерами разных авторов. Кто-то художественно пишет, кто-то пишет более интеллектуально. Но смыслы одни и те же. Как делегировать, как тайм-менеджмент, у всех одно и то же. Там люди, люди это люди, никто ничего нового не придумывает. Соответственно, ты быстро считываешь это, смотришь, а я это знаю, все, выкинул. Тебе книгу не надо даже час на нее тратить. Ты можешь ее в книжном магазине за 15 минут прочитать и вытащить там пару фраз, которые лягут там в твою основу. Вот такая тема. Дорогие друзья, если в Москве вы владелец или менеджер книжного магазина, не пускайте орехов в зал, потому что он ничего не будет покупать, будет быстро сканировать книгу и уходить. Была тупая шутка, ну ладно, в целом. Слушай, получается, ты в этой системе до сих пор так все книжки и читаешь. Слушай, я сейчас уже стараюсь не читать ничего особенного, потому что я уже стараюсь как бы выдавать, потому что я думаю, что уже много вещей. Короче, самый прикол, это не в том, что ты что-то знаешь, а в том, что ты с этим делаешь и в процессе практики ты что-то выдаешь. То есть ты не учишься по книжкам-продажам. Это вообще, кстати, самое тупое занятие учиться продажам по книжке. Вот это реально не надо делать. Потому что ты просто не сечешь фишку. Я просто читал книги по продажам и такой думаю, ну да, все понятно, да, прикольно. Но это вообще ровно ничего не значит, потому что как только я поработал по-настоящему с человеком по продажам, это вот прям точно. То есть что-то ты можешь по книжкам, конечно, вытащить, но это разные вещи. То есть ты, скажем, насыщаешь мозг именно информацией, но надо делать, надо делать, надо практиковаться и обязательно с обратной связью от преподавателя. Иначе это долго. Я понял. Хорошо, спасибо, Станислав. У меня нет больше у тебя вопросов. Единственное, прошу напоследок, покажи книгу. Это же талисман нашего видео. Да, давай, конечно. Ткани газа лесом. Знаешь, какой-нибудь из нее не окажется в ящике, ты как Кощей тогда просто. Да, кстати, мою книгу нельзя так конспектировать, что типа только важная. Тут каждая строчка, каждый постулат важный. То есть тут нельзя. Я соглашусь, здесь нет воды. Здесь нет. Я просто еще немножко добавлю. Часто, когда я же работал в издательстве, например, приходит автор, пишет рукопись. Смотришь, а в ней в рукописи печатных страниц, например, там 160. И ты говоришь автору, слушай, у нас процесс производства книжки устроен так, что в ней должно быть 236-240 страниц. Это связано с авторскими листами, большими, которыми режутся книжки. Налей водички. Давай-ка ты допиши, типа, налей водички, чтобы как бы, что ж мы будем выкидывать бумагу. И он туда докидывает пример, переписывает своими словами все 30 раз. Поэтому вот эта книга, которую Станислав печатал, он печатал ее сам, у меня не было необходимости ее надувать. Я ее сам читал в разных этапах, там нет воды. И мне кажется, Станислав не тот человек, который любит воду. Хотя мне кажется, на юг ты любишь путешествовать, но не в книге. По книге, знаешь, как бы я сделал, если бы мне так сказали, типа, у тебя 160 страниц, она 240, я бы сказал, просто оставьте их пустыми. И просто написать. Где-то пустые страницы, где могла бы была, ну, как типа, вода быть, но я вас пожалел. Поэтому... Блин, слушай, это огонь. А еще можно написать, типа, а вот на этих страницах можете конспект мои книги попробовать написать, если у вас получится. Потому что там, в принципе, конспекты есть, по большому счету. Да, да, а теперь перепиши, что ты понял. Ну, вот это нормально. Да, кстати, да, огонь вообще, мне кажется. Это было бы прекрасно. Ну, следующую книгу, Стас, надо так сделать. Ну, давай, нужно показать миру, кто здесь отец. Ну, у меня нет таких требований. Я не выпускаю из таких издательств, где там с меня что-то требует. Я бы настоял, если бы я написал 160, я бы сказал, именно так и должно быть, именно так и поступает эксперт. Кто такое издательство вообще? Я пришел, я эксперт. Я знаю, как надо, что ты мне будешь рассказывать, редактор. Ты сам книгу-то выпустил? Нет. Ну вот. А я знаю, как надо. Вот какой ты слушает. Я прям слышу звон твоих стальных яиц, как говорил Максим Ильяков. Нет, нет. Вот обычный автор так не может говорить издательством, к сожалению. И над этим автору надо работать. Да, безусловно. Потому что, если он так не может говорить, то вряд ли у него что-то будут покупать. Покупают, и те, кто знает и делает. Поэтому развивайте харизму и уверенность в себе. Это будет важно. Когда Сергей разумеет харизму и уверенность в себе. Посмотри на мою харизму, она уже не влезает в квадратную практически. Ковид никого не жалеет. О своей работе ты когда расскажешь? Рано еще, рано. Погоди, дай вот сейчас, дай уляжет. Знаешь, я как будто замуж вышел, женился. Дай мне сейчас вот как бы смыть себя в леске, доесть пирог, тогда я, собственно... Когда у тебя испытательный срок закончится? Погоди пока. Нет, у меня нет никакого испытательного срока уже, но в целом... Погоди, надо... Дай это лежать, с чувством. Посмотри на меня, я и так измучен. Я как корова, которую выделили. Ты уже взял себе литературных рабов? Я собеседовал их две недели, и на вот, которая сейчас неделя началась, я уже буду их приглашать в работу. Поэтому я чуть-чуть расправлю крылья, так скажем. Плёточки подготовил. Сейчас смеешься, вот я прям вижу, как тебе смешно. Вот не стыдно тебе? Тебе должны выдать были менеджеры. То есть у каждого крутого руководителя есть помощница... Так это у крутого. Погоди, я же обычный, мне не положено. А это к вопросу, что положено, что не положено. В принципе, ты бы сказал, ребят, я с удовольствием буду работать, но у меня одно условие. Мне нужна там галочка. Галочка, в смысле девушка? Катечка, Катечка кто-нибудь, я не знаю. Людочка. Слушай, ты прям только о женщинах думаешь в последнее время. Вообще, мне кажется, что быть преподавателем дизайна – это очень опасная профессия, потому что ты окружен большим количеством умных, симпатичных девушек. Как ты справляешься, я не знаю. Но на этой оптимистичной ноте мы прекратим это видео иначе. Спасибо, друзья. Спасибо, что задавали вопросы. Мы за последнюю неделю получили кучу вопросов. Я только часть из них включил сюда. Нам на три выпуска хватит. Нам бы какой-то блиц, можно прям блиц. Раз, два, три. Какой-нибудь тебе надо в конце подготовить, чтобы там… Да, да. Слушай, хороший совет. В следующий раз так и сделаем. Прямо сделаем блиц. Большое спасибо, что пишете вопросы. Пишите дальше. Мне приходят они везде, отключая личные сообщения в Инстаграме, что приятно. Спасибо, друзья. Все собирается, все будет задано. Спасибо, Стас. Начало недели положено. Мы записываем выходной в понедельник. Удачной тебе рабочей недели. Спасибо. Я думаю, тебе надо подписаться. Король инфобизнеса в этом самом… Ты можешь быть? Боже, я уже пожалел, что я пошутил. Так вот теперь нет. Я тебя ожидал, у тебя новая кличка. Так уж куда-то мне. Я так просто… Я шут, мне кажется. Ты, короче. Ты крутой. Давай, все. Спасибо, Стас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok